Добрый день! Давно я не выпускал видео, связанное с тем, что я был задействован в качестве комментатора на кубке RTTF, на командном кубке. Было очень много игр, сыгранные в субботу и в воскресенье. Заходите обязательно на канал, подписывайтесь на канал RTTF, потому что ребята активно продвигают данный формат. В Европе он очень популярен, командный формат, а у нас, скажем, по крайней мере в Москве не так часто можно увидеть данные турниры. Но там зашкаливает, конечно, и напряжение, и азарт. В общем, много хороших матчей было. Вот, так что заходите, смотрите. А вот что касается сегодня, мы с вами поговорим об основаниях. Я думаю, что для многих не секрет, что осенью получилось создать основание, которым я сейчас играю. Прошло уже достаточно приличное количество времени, и сегодня я вам расскажу о линейке оснований. Я буду рассказывать не очень быстро, да, это, скажем, не очень, скажем, развлекательное видео. Скорее, это будет видео в помощь тем, кто сейчас находится в поиске своего основания. Потому что если вы чем-то играете, вас устраивает, вы можете искать, конечно, основание, да, сейчас второстепенно. Но если вас устраивает, тогда, в принципе, нет смысла менять. Но я думаю, что даже когда основание устраивает, хочется все время чего-то больше. И вот как раз у меня был такой случай. То есть я играл долгое время Spinlord Ultra Carbon. Вот оно. Это достаточно быстрое основание. Да, не достаточно, а просто быстрое основание, защитное. Я много что перепробовал, и для меня это было самое оптимальное основание, которым я играл, ну, наверное, года два-три. Вот этим основанием играл. Быстренькое основание. И, ну, все равно не хватало скорости. Думаю, ну, хочется же еще побыстрее, чтобы было. За счет лопасти мне казалось, что должно быть все равно контроля очень много, а хочется побыстрее. Тогда я обратился к братьям Сорокиным. Вот, говорю, создайте, пожалуйста, основание, которое будет, вот как это, только лучше. Да? По скорости, по крайней мере. И выслал я это основание, мне прислали разные варианты. Где-то было очень похоже, где-то чуть медленнее, где-то, значит, чуть быстрее, да, ну, что-то, ну, вот. И какие-то такие вот, в основном такие параметры я смотрел, да, по скорости, чтобы я мог вкладываться, делать короткое движение, не такое, там, знаете, длинное движение. Короткое движение, мяч летел. Тут мне хотелось таких ощущений. И в итоге получилось создать основание, которое, да, полностью соответствовало этим параметрам. То есть я немножко касаюсь движения, делаю такое, да, небольшое, и мяч летит прямо, выстреливает. И, значит, я играл с пилордом, играл с весом 88, 86, да, понятно, что с одной стороны шипы, и поэтому вес в целом нормальный был. И также создали основание под 90 грамм, где-то 90, 88, такой же вес, в общем-то, основание создали. И сейчас вы услышите, как оно стучит, по крайней мере, без накладок хотя бы. Вот, вот, если смотреть, вот так вот, да, а это основание, немножко другой звук. Но бывает такое, знаете, берешь, тучишь, вроде звонка, ставишь накладки, не очень летит. Или бывает не очень быстрое, да, основание, скажем, такие, как, значит, Тип Хар Пауэр Стратус Дефенс, да, не очень быстрое основание. Но ставишь накладки – нормально. И тут ставишь накладки, причем уже накладки уходят на второй план, то есть можно поставить накладки и спокойно играть. Ну, все-таки хочется, наверное, накладок в первую очередь, особенно для правой стороны, чтобы был зацеп. То есть накладки цепляют, то данное основание отвечает за скорость, а накладки отвечают за сцепление. И получилось 88 грамм, примерно, да, 90, там, 90 грамм, 88, там, зависит 1-2 грамма. И все хорошо, и ребята, которые первые приобрели данное основание, вот, отзывались так, что справа идеально, все в перекрутке, все хорошо попадают. Причем ставили разные накладки от Китая до обычных тензорных накладок, все было нормально. А слева было трудно подобрать шип, потому что основание быстрое, оно с двух сторон одинаковое. И в итоге, в итоге помогла именно демпфирующая губка. Если ставить на 1,0, скажем, толщину губку брать демпфирующую, таких сейчас губок много, стоят они там, ну, по-разному, там, 400 рублей, бывает, 500, там, 600 рублей. Такие губки стоят. И если брать демпфирующую губку, ставить, скажем, шип, такой, как фок, знаете, третий фок, есть такой шип, он очень мягкий шип, то вот подошла под такую игру, вот под такую деревяшку подошли такие шипы. То есть демпфирующую губку берете и пробуете разные длинные шипы, все будет нормально. И вес будет соответствовать, потому что все-таки шипы, они, скажем, не очень тяжелая накладка, ракетка получается. И в то же время смягчаете здесь, потому что если ставить шипы без губки, то тут только вариант 2 скотча, скажем, и какой-нибудь Hellfire X. Дальше, значит, думаем, для какой еще игры нужны основания. То есть в первую очередь нас не очень интересует внешний вид, да, и не очень интересует, скажем, качество сделанного основания. Потому что я считаю, что оно должно быть сделано очень качественно, в любом случае любое основание должно быть сделано очень качественно. И очень поражает меня, когда, допустим, вы наклеили накладку, снимаете накладку, да, взяли, сняли, отклеили накладку. И потом видите на накладке маленькие остатки шпона верхнего слоя деревя, основания, даже после одной переклейки. Да даже после 10 переклеек такого не должно быть. Должен держаться, прямо быть очень качественный шпон. Здесь как раз это и есть. Поэтому тут вообще претензий нет. Всё лакировано наилучшим образом, поэтому здесь с лаком всё в порядке. Вот. Что касается ручки, также очень удобно крутиться. А для меня это очень важно, чтобы ручка была именно если прямой формы, то она крутилась хорошо в руке. Всё, круглая ручка, всё здесь, всё нормально. И ещё один момент, который бывает у оснований, особенно, знаете, оснований, которые используют бальзу. Потому что здесь бальзу тоже есть. И если, допустим, касаешься случайно стол, то пол доски нет. Ну, образно пол доски, да, но большой кусок уже будет надломлен. И, соответственно, здесь есть окантовка. Да, мне кажется, это ноу-хау, потому что вот я так окантовок прямо не видел в других оснований, которая как раз защищает от всяких повреждений. Да, понятно, что вы можете ещё сверху ленточку наклеить, но вот от повреждений будет защищать. Потом, значит, надо было придумать основания под такой стиль, знаете, когда ребята играют, скажем, в защите, ну, двумя гладкими накладками. Ставят две гладкие накладки и здесь защищаются, здесь защищаются, здесь нападают слева и справа нападают. И вот надо было придумать вот такое вот основание. Если ставить, скажем, сюда две гладкие накладки, то будет тяжеловат. Да и вообще, вот я так знаю, что обычно кто-то в таком стиле играет. Ну, ветераны играют в таком стиле, который не позволяет скорость играть у стола прямо в таком темпе высоком. И надо было, значит, такое основание. И раньше я советовал именно Типкор Стратус Пауэр Дефенс, потому что оно отскакивает, да, отскакивает. Ну, и лёгкое, не очень тяжёлое, порядка 80 грамм. Ну и вот я дал задание такое, попросил ребят создать основание как раз для такого стиля игры. Для тех, кто защищается. Неважно, шипы или гладкие их с двух сторон. Ну, чтобы ребята не тратили сил в атаке, чтобы она сама отлетала, да, чтобы мяч сама отлетала. И в то же время за счёт того, что от защиты на основании большая лопасть, они спокойно в защите справлялись. И получилось создать основание 75-граммовое, да, основание как раз вот она вот сейчас у меня, да, 75-граммовое основание, которое там будет мяч лететь, скажем, быстро. И тот, ну, тот тоже тестировал и тяжёлое основание, и полегче. Говорит, что справа всё-таки от тяжёлого основания летит быстрее, да. Но проще разогнать руку более-более лёгким основанием. Поэтому скорость, в принципе, справа не должна теряться. Хотя я понимаю, что вот 90 грамм, если брать за ленковый вызов не лайт, да, лайт – это вот 75 грамм. А 90 граммовый брать, то там, конечно, справа очень быстро летит. Но предельная скорость, которая возможна, да, это вот от такого основания. Здесь же всё равно отлетает очень быстро. Ну, я вот могу сказать, что отлетает всё равно быстрее, чем от того основания, чем играл я раньше. Поэтому, если вы не нашли ещё основания под такой стиль, когда вы играете с двумя гладкими, и защищаетесь, и нападаете, то обязательно могу вас заверить, что такое основание уже появилось, и можете спокойно пользоваться. Вот. Что касается следующего варианта, да. Есть игроки, которые играют у стола. У стола играют ОХ-вариант. ОХ-вариант. И я протестировал с игроками таким порядком 20 разных оснований защитных. Ну, там были все, ну, прям разные. И самая проблема, знаете, какая была у таких игроков? Проблема была в том, что не успевают переключаться справа налево. Ну, просто не успевают. Потому как в основном все защитные основания, они достаточно тяжёлые основания получаются. И либо берёшь медленно основания, не хватает справа для скорости, да. А если берёшь тяжёлые основания, да, где справа скорость будет выше, тогда не хватает скорости перехвата вправо влево. И не успевают на столе. Ну, действительно, действительно большая проблема. По вам бьют. Вы здесь должны заблочить шипом. Здесь как-то отыграть справа. И в итоге большие проблемы. И вот получилось создать двухликое лёгкое основание, да. То есть, получается, что разный отскок у основания. В то же время лопасть большая. И слева получается более медленный отскок, справа более быстрый отскок. Причём не то, что там надо всматриваться там, знаете, как это... Всматриваться, прислушиваться, разный отскок или не разный отскок. Действительно, разный отскок. Причём, если ставить две одинаковые накладки, допустим, нападающие накладки, да, ставить, интересно очень, что левая сторона, она мягче. И позволяет делать слева топус быстрее. Вот интересный момент, да, что правая сторона более жёсткая, справа она будет, скажем, вращать сильнее. Но если, допустим, нападающий поставит такое себе основание возьмёт и поставит сюда тоже нападающую такую же накладку, то слева за счёт кисти она получается более мягкой и выстреливает даже побыстрее, чем если перевернуть, ставить более быстро отскок сюда. Ну а если вы используете для цели OX-шипов, то, конечно, это основание незаменимо, потому как более мягкий отскок, он как раз сдерживает чужую атаку, а здесь вы можете спокойно атаковать, вкладываться. И в то же время лёгкое основание с большим лопастем, в котором вы можете переключаться справа налево, у вас не будет такого, что вот такая вот маленькая скорость переключения, а скорость будет большая. Вот под такую стиль игры также сделали основание. Получается, сделали максимальную скорость, 90-граммового основания защитная. Да, то, что я хотел. Потом сделали вот универсальный комбинированный стиль для ветеранов, для любых игроков, кто не хочет бахать тяжёлой ракеткой. Вот, у кого разгон руки создаётся и может брать более лёгкую ракетку. Такой, под такой стиль тоже создали основание и создали для ОХ. Да, то, что вот на рынке я вот не видел. По крайней мере, мне не попадалась такая ракета, которая позволит и быстро перехватывать и справа влево, и в то же время смягчать мяч слева. И последнее основание, которое именно в этой линейке, которое похоже по составу, по свойствам, вот, это получилось сделать заменка в из-за флайт, то есть это 75 грамм основания, да, 75-77 грамм, и в то же время для нападающих с маленькой лопастью. Да, получилось сделать такое основание, и могу вам заверить, что она выглядит, как будто самоиграйка такая, да, когда на вас бьют спокойно, подставляете, там, контратаку производите, то, что, как угодно можно играть, летит хорошо, да. Как только чуть включаетесь, сразу начинает включаться карбон, и мяч получается очень быстро летит. Буквально немножко включаетесь, то есть это не надо там махать. Вот это тоже момент такой интересный, потому что многие играют профессионал около 90 грамм, да, то есть мы берем прям топовых игроков, но я очень много раз замечал, что у ребят КМСов часто их сдерживает тот факт, что 90-граммовый основанием они пытаются играть, но для них это тяжеловато основание, а меньше они не берут, потому что все-таки топовые игроки, наши мастера спорта играют 90-граммовым основанием. Вот, и даже не пробуют, а если пробуют, как-то сразу переключается, нет-нет, не то, может быть, но вас могу заверить, что можно взять основание полегче, и это не будет как фанерка, то есть она будет все равно качественно отлетать, и будет лететь не слабее, будет лететь даже, может быть, сильнее, вам будет проще разогнать руку, да, проще переключаться тоже в момент такой справа налево, потому что в тяжелом основании, ну, это, конечно, постарайтесь, ну, сделать тысячу раз переворотов там за час, это устанешь просто, а тут все это быстро происходит, и главное, что мяч отскакивает сильно, то есть легкий вес и в то же время быстрый отскок, да. Ребята многие говорят про вибрацию, я не чувствую вибрации, здесь, мне кажется, нет вибрации, не должно быть никакой вибрации, даже если была, но я этот показатель не очень сильно чувствую, хотя, хотя в последнее время я вот, мне про доску, которую говорили, вот вибрация, 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 я ее взял и немножко стал в локоть отдавать с основанием, да, но здесь такого, таких ощущений нет, в локоть, но это вот, может быть, это, значит, на подсознании, да, мне сказали, что там вибрация есть, и стал в локоть отдавать, а так, конечно, я это не чувствую, и еще интересно, что ручку делают ребята, да, братья Сорокина делают ручку в такую, что там получается очень легкая ручка, и вес как раз для нападающих ближе к носику, то есть ее еще проще разгонять, и когда вы разгоняете, то удар получается более сильный. Ну вот о таких основаниях я хотел сегодня с вами поговорить, вот, как эти основания заказать, я оставлю вам почту, да, обращайтесь обязательно, и если нужно что-то под ваш стиль, то, конечно, конечно, ребята, братья Сорокина, обязательно сделают. Вот, и еще момент такой очень важный, когда вы выбираете основание, оно должно вам нравиться, да, то есть вы должны быть в нем уверены, и это не пустые слова, я очень много раз видел, что основание, вроде бы ничего особенного у основания нет, но игрок, который берет это основание, он понимает, что это его вещь, да, его вещь, и когда вы берете основание, это основание на долгое-надолгое время, и именно это основание, конечно, вы не поменяете его там через год, через два, то есть я думаю, что вы будете играть долго, если оно подходит под ваш стиль. С вами был Валер Азаненко, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, до новых встреч, счастливо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok